МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Схимонах Макарий Люльченко – удивительный человек с непростой судьбой. Людей, знавших старца, поражало его величие духа, доброта и любовь. На Брянщине этот подвижник веры особо почитаем. Старец, будучи пораженным телесным недугом, в 1996 году вернул возрождаемый из руин Карачевский Никола Одрин женский монастырь чудотворную икону с поручницей грешных. Сейчас она является главной святыней древней обители. В память о схимонахе Макарии в день его небесного покровителя, преподобного Макария Великого Египетского, в Карачеве состоялся творческий вечер. «Чтоб в Одрино вернулась благодать и монастырь расцвел. Чтоб люди приезжали и предспорушницей не уставали молиться ей о помощи Твоей. Я знаю, Господи, среди людей найдется много верящих в Тебя. За все грехи пред образом скорбя прощение буду у Тебя молить, Тебя Всевышнего благодарить за милость Божию, пославшую Христа». Поделиться воспоминаниями о старце Макарии в районе Дом культуры собрались Карачевское духовенство, насельницы Николы Одрина монастыря, духовные чадо батюшки, прихожане храмов и жители Карачева, многие из которых были знакомы с отцом Макарием. «Для нашего города отец Макарий, конечно, великий человек. Все мы его помним, любим. Мне посчастливилось очень, что я его знала, наставлял он нас. Даже очень радостно было видеть, что старые фотографии, когда мы еще с моей подругой Светланой, обнявши батюшку, вот так вот получилось. Все мы, конечно, счастливы очень глубоко, что мы его знали». «В храме познакомились всех святых на Слободе, он из Карачевской. Он как бы помогал мне в том плане, чтобы в духовном возрастать. Вот эта любовь была, сразу понятно, что надо было начинать с любви, с любви к ближнему своему. Вот этому, и много потом он называл нас канареечками всех, хор наш. Вот канареечки, девочки, благословлял всегда голову. Такая рука теплая, хорошая, такая массивная, она дружная такая рука была». Настоятель Карачевского храма во имя святителя Николая, игумен Тимофей, до принятия священного сана работал директором школы. Встреча с будущим старцем, тогда это был еще мирянин, Петр Алексеевич Люльченко, имела для него во многом определяющее значение. «К Петру Алексеевичу, когда шла верница людей, один, второй, пятый, десятый, все со своими просьбами, наклонялись к нему, он же был вот на колясочке, он их очень терпеливо выслушивал, что он говорил мне, я не мог этого знать, вот так, а занимался очень часто поделками, был древоделом, столером и плотником, помогал делать рамки на иконе, киоты, а голос у него был очень приятный, читал апостол, принимал участие в богослужении, вот, и можно сказать, что я от него получил путевку на духовное поприще». Схимонах Макарий в меру Петр Алексеевич Люльченко родился в 1927 году в Киевской области в благочестивой крестьянской семье. В семь лет ребенок остался без отца. Алексей Поликарпович скончался после продолжительной болезни. В семье было четверо детей. Жили бедно. У Пети не было ни обуви, ни лишней одежды. В школе его прозвали Богомольный. С детства мать научила Петра многим молитвам. Петя учился хорошо, особенно любил русский язык и литературу. В 1944-м в неполных 17 лет ушел на фронт. В Великую Отечественную войну Петр Люльченко служил в артиллерийском дивизионе. Вернувшись с фронта, работал плотником и столером, занимался резьбой по дереву. В 1959 году женился. Однажды с ним случилось несчастье. Упал с лесов при восстановлении брянского завода Дармаш. И ноги оказались парализованы. С тех пор передвигался с помощью дощечки на колесах. После смерти жены в начале 90-х отправился в Оптину пустынь, где в 1993 году принял монашеский постриг. Мы были близко с ним, очень связаны. Очень три года. Ровно три года с 90-х, под 93-й год, когда он принял постриг, мне приходилось... Он жил, мы жили в одной келье, вы считаете, кто-то. Но он в келье не жил, выбрал себе такой маленький такой закуточек, я ему сделал, когда я был помощником эконома. Была возможность такое, и он сам себе устроил там. Это и приходилось только удивляться, восхищаться таким человеком, его подвигом в жизни. Никогда он на кровати не спал. Вот. Всегда был в труде, никогда не был праздным. Если он кончил переплетать книги, то он начал все теплеть там, писал стихи, писал синодики, записочки там у него были, писал, отвечал на письма. А ночью, конечно, делал вот эти поклоны. Мы это слышали, когда ночью иногда человек встает по нужде и слышит, как лязгают его эти береги. Конечно, все это было для нас необычным в то время, когда, потому что оптина только начинала возрождаться, и мы только слышали о подвижниках, но воочию редко кого было увидеть. Вот так вот в лице нашего Макария, старца Макария, мне посчастливилось жить вот с таким подвижником. Схимонах Макарий также был первым насильником только открывшегося карачевского Никола Одрина монастыря и помощником назначенной сюда настоятельницы, игуменем Мариам Шагаровой. И, как мы уже говорили в начале передачи, его трудами была возвращена святой у обитель чудотворная икона с поручницей грешных. На вечере памяти схимонаха Макария был представлен фильм о нем, «Молитвенник», созданный в 2017 году. На вопрос пытливого корреспондента «Как же вы ее довезли?» Смиренно отвечал «Это не я ее вез, это она меня везла». Своим ходом, где поездом, где просил на попутных, всякого приходилось, потому что путь не из легких был. Вывоз иконы осложнялся государственными отношениями России и Украины. И эти хлопоты отец Макарий взял на себя. А как же иначе? Если цель ясна и вера крепка, все возможно. 24 ноября 1996 года споручница грешных заняла свое привычное место в стенах Одринского монастыря. И теперь каждый может прийти к ней, поклониться. И если подойдешь к лику Богородицы с чистым сердцем, истинной верой и искренним желанием избавиться от порока или болезни, все исполнится. Схимонах Макарий в это верил свято. С этой верой и совершил он свой подвиг. Мы чувствуем защиту и святость в нашем монастыре. Ну, как выживая с нами Матерь Божия. Скончался схимонах Макарий 19 января 2000 года. Похоронен на монастырском кладбище Никола Одрина обители. В крещенскую ночь 2000 года, омывшись в источнике у храма Михаила Архангела и помолившись с прихожанами, схимонах Макарий отошел к Господу. Отошел, как жил, смиренно и достойно. Совпадение кончины с праздником Крещения стало знамением особой милости и любви Господа к подвижнику нашего времени. Он труженик, молитвенник, Бога любил, людей любил. Что еще надо? То Бога любит, то и всех будет любить. В 2017 году была издана и книга о старце «Молитвенник земли русской». В ней собраны поучения схимонаха Макария и воспоминания о нем. Книга издана по инициативе духовной дочери старца Анны Петровны Шашковой. Вот 18 лет на протяжении этого времени мы собираем материал. И с Божьей помощью вот эта книга вышла. И с вашей помощью тех, кто оставил эти воспоминания, кто помогал в выпуске этой книги. Будем продолжать сбор материала. Поэтому, что кто-то знает что-то новое о жизни батюшки, но просим оставлять в храмах церковных свои воспоминания. Схимонах Макария запомнился многим как человек сильной воли, и мужественного характера. Он не только не унывал от своего телесного недуга, а наоборот своим твердым упыванием на Бога духовно укреплял людей. И когда я уходила, у него там такой тазик стоял или коробка, я уже не помню, такая вот большая. И была наполнена она полностью крестиками. Он сам делал крестики металлические. И вот все, все это вот тазик был с этим крестиками. И он смеется, набирает вот так, берет две руки, горсть вот так набирает, двумя руками. Руки большие, такие вот надружные набирает, прямо сверху этих крестиков в тазик. И на меня смотрит, смеется и говорит, твоим, в общем, перед твоим питомцем. А я тогда посмотрела, думаю, каким питомцем? Я же в это время работала в четвертой школе подавалом-психологом в советском учреждении. И в воскресной школе я еще не работала. Я думаю, каким питомцем? Как я, что я буду, школьникам крестики раздавать? Сейчас, конечно, мне понятно, что это был бы хороший подарок для моих питомцев, для моих воспитанников, учителей, у учениковых родителей. Но, к сожалению, я взяла маленькую горсточку из его вот этой вот, ну, свою, немножечко, взяла щеподочку, маленькую из его вот этой вот горсти. Вечер памяти сопровождался концертной программой, организованной студией православной песни «Стизя». Поэты, певцы и музыканты исполнили произведения собственного сочинения и на стихи схемонаха Макария. О, всепетая мать Гостем вечера стала автор-исполнитель из города Орла Мария Молотова. Крестясь сидеть на мешке деньгой, целая к милости Господа И, возвращаясь с пирогу домой, Молить, чтоб не было холода. Нельзя служить, сразу служил бы две Прелесной жизни Господу, Украсив образом Стены все, Раптать по каждому воду. Участник известного на Брянщине ансамбля «Баб ины внуки» гармонист-виртуоз Дмитрий Панаскин А певица Галина Поцелуева Исполнили народные песни. Ничего не надо Грешную человеку Ни злата, ни серебра Ни золотого одеяния Ни злата, ни серебра Ни золотого одеяния Ни злата, ни серебра Как апостол Павел нам говорит, Отпоминая своих наших отцов, Наставников, Мы должны подражать вере их. И отец Макарий, Он своей верой не стыдился, Он ее всем преподавал, Всех в этой вере утверждал, И мы должны стараться Точно так же делать. Мы недавно были практически, Можно сказать, Делали о нем. Мы его видели, Но так как книга была издана, И все, Книга была так изложена, Хорошо, Так она легко читается. И все эти воспоминания, На душе это легко, Понимаете, Прочтение этой книги. После вот этого мероприятия, Можно сказать, Знаете, Как-то вот жизнь, Мне кажется, Лучше должна налаживаться у людей, Потому что, На самом деле, Как-то споченность должна появиться. Мы очень благодарны Вот тем, Той встрече, Которую нам сделали, Которую организовали для нас. Мы все это прослушали, И как-то мысль пришла, Что надо по-другому жить, Надо по-другому поступать. Вот как-то в душе все перевернулось. Все перевернулось в душе, И думаем, Что мы теперь должны, И станем, наверное, Немножко лучше. В городе позор, На селе разор, Худо на земле, Мир лежит возле, Как нести свой крест, Как детей растить, Как жить, Ну как жить, Как жить, Ну как жить, А стареца в Руси Отвечал на вопрос, Отвечал на вопрос, Русский стареца в Руси Жить, Не тушить, Никого не осуждать, Никому не насаждать, И всем мое почтение. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, До новых встреч, Да хранит вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!